115-113, 116-112, а может 117-111, как посчитал я этот бой, посмотрев его второй раз, уже совершенно без эмоций и увидев там, что даже в тех раундах, где мне казалось, Хэнни близок и забирает, он реально их проигрывает. Мне казалось, когда я смотрел этот бой, что начальные раунды Вася пол привычки отдает, но при, так скажем, скурпулезном рассмотрении оказалось, что это совсем не так, потому что, как бы Вася мало не делал в первых раундах, ну еще значительно меньше, делал работы Хэнни, самый молодой абсолютный чемпион мира, который теперь раздувается до размеров дирижабли и кричит, что он лучший боец паунд-фа-паунд, лучший боец паунд-фа-паунд после этого боя. После этого боя, когда даже его соотечественники усомнились в его чемпионстве, после этого боя, когда кроме как бумажным чемпионом его назвать нельзя. Два великолепных боя с Комбоссесом, там вопросов нет, но что было сейчас, это разговор отдельный и кто в этом виноват, точно уж не Дэвин Хэнни, об этом я скажу позже. Что мы видели в этом бою? Уже выходя на бой, по глазам читалось, что Дэвин не в своей тарелке. И все эти рассказы про белого парня, который никогда его не побьет, про белого парня, которого он побьет, 10 раз из 10 казались просто лишь сном, потому что выходил он уже на этот бой, как потерянный, как потерянный мальчик. В отличие от Василия Ломаченко, в чем взглядит считалось, просто уверенность в своих сирах на все 100%. И что же, что же пацаны показали нам в ринге? Что показал в ринге Дэвин Хэнни? За счет чего Дэвин Хэнни выиграл этот бой? За счет ударов в корпус, как он говорит. Друзья, удары в корпус были, но они были настолько однообразные, что Вася прочитал их достаточно быстро. Удары в корпус прямые, Вася постоянно отскакивал. Удары в корпус снизу справа, да, являлись основным оружием Хэнни, особенно когда он их работал навстречу, после уклона внутрь. Они проходили, но проходящих ударов было не так много. И в целом, если все эти удары в корпус в течение всего боя собрать, то я думаю, вряд ли кто-то усомнится, что их было точных, а не в локоть. Примерно процентов 10, не более, не более 10% тех ударов в корпус, которые работал Хэнни, они дошли до цели. Потому что если бы дошли хотя бы 50, это был бы совершенно другой расклад. 35-летний боец не избивал бы его просто как мальчика тогда, в поздних раундах. Этого бы не было, если бы эти удары в корпус проходили. Но они не проходили. Они прошли в начале, во втором-третьем раунде. И Вася все понял. И Вася понял все настолько, что когда я считал этот бой, я увидел только в трех близких раундах, вот реально в близких трех раундах, я как Чемпу отдал эти раунды Хэнни. Только как Чемпу я их отдал. Без скурпулезного еще дополнительного рассмотрения. Но в этом бою были три раунда. Седьмой, восьмой, одиннадцатый. Где Вася просто избивал Хэнни. Просто избивал его как мальчика. И Хэнни возвращался в угол и буквально жаловался папе. Жаловался папе, что он постоянно пропускает слева и не может с этим ничего поделать. Он был бит. Как минимум в одном из трех этих раундов можно было дать 10-8. Но ладно, и этого нам не надо. И этого нам не надо. Просто 10-9. И Вася забирает 9 раундов, просто чисто из которых 3 в одну калитку. И 3 раунда туда-сюда мы отдаем чемпиону. И это 117-111, на мой взгляд. Какие 116-112 в Америке? Многие боксеры поразились этим счетом. Они говорят, мы понимаем 115-113 еще. Но где там? Где там может быть 116-112? Я скажу, что и этого там быть просто никак не может. Хэйни работал по площадям. Точных атак у него практически не было. Он совершенно не работал свой джеб. Он не работал джеб. Почему? Потому что он опасался, что этот джеб будет контриться левым прямым и перехватываться. Он сконцентрировался просто на одном. Просто на работе в корпус. Как можно, работая в корпус, ни разу не посадив на жопу этими ударами. И ни разу не просадив так, что человек двигается просто 30 секунд без удара. Как можно выиграть бой? Вася все отдавал. Каждая атака Хэйни, каждое попадание Хэйни служило только лишь началу ответной атаки Вася. Вася был просто зверюгой. Повторные атаки, атаки в отдачу постоянно шли. И я уже не говорю про это точный, точнейший просто. Левый прямой, который раз за разом, раз за разом взлетал. Который Вася великолепно прятал в своей матрице уклонов во внешнюю сторону. Очень много Вася, как всегда, качал. Очень много закручивал во внешнюю сторону. Очень много уклонялся. И в эту работу вставлял периодически левый прямой, Который просто залетал с удовольствием. С таким удовольствием, что папа, папа, что делать? Говорил Дэвин Хэйни. Но ответа там не было. Ответа было продолжай. Папа понервничал у Дэвина. Продолжай, работай в корпус. Ведь там сидят наши люди. Ведь комментатор, сын судей Андре Уорд. Может быть, ты станешь не моим сыном, а сыном судей, подумал отец. Так оно и произошло. Вася сыграл в этом бою, на мой взгляд, очень хорошо. Показал, что возраст для него еще не пришел критический. Великолепно отработал просто на протяжении всего боя. Полностью контролировал бой. Он так загрузил Хэйни. Вы просто поймите, почему Хэйни не мог работать. Потому что Вася его так загрузил своими микродвижениями, своей матрицей, что он просто потерялся. Вот кроме как потерянный в этом бою, я просто не могу никак Дэвина Хэйни охарактеризовать. Он потерялся. Он не понимал, когда начать атаку. Он хотел законтрить, но там еще атака шла. И кроме контры в корпус, у него конкретно ничего не проходило. Вот контра в корпус проходил. В остальном случае он просто плыл. Он не понимал, что, где, почему. Его лицо между каждыми раундами, за исключением нескольких, и перед последними раундами, в частности, выражало крайнюю растерянность. Потому что он был просто разобран на части. Великолепной работы Васи. Вася работал хорошо. Да, может где-то кто-то скажет, не хватало акцента. Но это не Васин бокс. Вася показал свой бокс повторными атаками, многоударными комбинациями. Он просто закидывал Хэйни. Хэйни просто тонул. Он не понимал, как, что делать. И единственное эффективное действие, чтобы гасить эти Васины атаки, для него было что? Низкое опускание головы и уход вниз в клинч. Низкое опускание головы он использовал с самого первого раунда. Когда Вася шел на него с многоударными атаками, входил в ближнюю, Хэйни, который собирался избивать, убивать Васю в ближней, просто покорно опускал голову вниз и уходил в клинч. Просто в этих моментах избегая боя. Так где же он забирал этот бой? Где эти моменты великолепные? Где они были? Да их просто не было. Потому что этот бой Дэвин Хэйни проиграл. И бумажным чемпионом он теперь стал. Судьи, судьи были готовы на это. И это ожидалось. Почему ожидалось, друзья? Потому что, честно говоря, еще после боя с Лопесом у меня сложилось впечатление, что Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, продает его. Понимаете? Подставляет его. То есть сначала он отдал победу Лопесу в том бою, который я тоже не считаю проигранным. Отдал победу Лопесу, чтобы передать пояса молодому чемпиону, которого тоже ведут топ-ранк, чтобы ему передать пояса. Он все равно, Вася, будет менять весовую. Надо молодому все передать пояса. И здесь, опять изначально, не веря. Сам Боб Арум не верит в Васю. Не веря в то, что Вася еще может годы и годы выступать. Хотя, с другой стороны, Вася и сам, так скажем, в интервью, он не высказывает дикого голода к боям. Он понимает, что лучшее вложение денег в долгу это Хейни. Понимаете? И делает все так, чтобы Хейни победил в этом бою. Плюс не стоит забывать букмекеров. Ребята, 3 практически был, 2,7, 3 был коэффициент на Васю в этом бою. Я думаю, многие, многие любители бокса поставили в этом бою на Васю. И поставили на него не зря, да, с точки зрения бокса, но зря с точки зрения судейства и с точки зрения закулистной букмекерской игры. Это был конкретный кидок. Это был конкретный кидок не только Васе, но и тех людей, которые, так скажем, соблазнившись коэффициентом и веря в Васю, поставили на него, веря, что в этом бою судьи могут отдать ему победу. Но в боксе решают только бабки в профессиональном. Никакая политика, никакие регалии до этого, никакое уважение, респект, шмансмек, ничего не играют роль. Играют роль только бабки. Вот в ком они видят продукт, в ком они видят дальнейшее получение денег, того и продвигают. Точно так и произошло. И даже когда Шакур Стивенсон выходит после боя и говорит, что победил Вася, даже это выглядит не с той стороны, что... Ну, с одной стороны, да, что Шакур красавчик, да, говорит то, что, в принципе, видно всем. 87% опрошенных в телеграм-канале Всембокслайф, в котором мы смотрели этот бой в прямом эфире и смотрим все бои в прямом эфире и записи, обязательно подписывайтесь, 87% проголосовало, что в этом бою победил Ломаченко. Когда 87% голосуют, это если и должно быть ограбление, то там такие должны быть записки в 1-2 балла. Но с другой стороны, ребята, как вот были вот эти 115-113, если ангажированные судьи, они должны закладывать, они должны закладывать заранее уже победу своему, так скажем, фавориту, не оставляя это на поздний раунд. И кто-то из них перестарался, отдавая даже некоторые раунды, в которых Вася, вот как этот, который 116-112, он отдает восьмой раунд просто избиения, просто избиения в одну калитку, он отдает его Хэйне. Очень печально, очень печально, что все так произошло. И Хэйне, который сидит после боя и говорит, не имеет значения, что говорят люди, это все не важно, важно, что говорят судьи. Так чемпион никогда не скажет. Поэтому он теперь бумажный чемпион, а не чемпион. Какой паунд фа паунд после такого поражения? Какой? Хотя паунд фа паунд это выдуманная штука, она вообще к реальности никакого не имеет отношения. Совершенно. Что скажут люди? И вот просто боксерская общественность Америки, которая перед этим боем практически в один голос трубила, что в этом бою победит Хэйне, теперь прорастает просто голосами с разных концов Соединенных Штатов, от боксеров и тренеров, включая Эдди Рейноса, который был на этом вечере в качестве тренера и смотрел этот бой около ринга, тренера Канелла. Прорастает, что победил в этом бою Вася. И об этом говорят люди, и об этом говорят люди вокруг. И что будет делать в этой ситуации Бо Паррум, я не знаю. Я думаю, Бо Паррум хотел дальше, чтобы Хэйне дрался еще с кем-то. Он не хотел второго боя с Васей. А будет, а второй бой с Васей он логичен. Но опять же, что еще нужно сделать Вася, чтобы победить Хэйне? Ну то есть вот что. То есть какую мотивацию себе надо найти при таком суде? Что нужно сделать еще? Уронить его. Хотя Вася сказал, что был момент в 10-м раунде, хотя я думаю в 11-м на самом деле он может оговорился, что он почувствовал, что он может, что Хэйне поплыл и он может его доработать. Но Вася не стал реагировать на свои чувства, а стал руководствовавшись разумом продолжать действовать по плану. Что на мой взгляд, вероятно, была безусловно ошибка для него. В целом, за Вася есть такие моменты, что Вася отпускает. В этом бою он минимизировал этот аспект. Когда после успешной атаки он отпускал соперника. Он шел реально, он горел, он хотел до конца донести, он хотел доработать. Но Хэйне уходил головой вниз, обнимался. Объятие, 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 объятие. Хэйне в первую часть боя даже не понимал, как действовать против ухода Васи в постоянную за переднюю ногу. Ему понадобилось несколько раундов, чтобы прийти в себя, хотя он умеет это делать, просто психологически, потому что он очень горел. Прийти в себя и начать разворачивать на цирку. Что мы увидели в этом бою? Мы видели, к сожалению, в этом бою очередное, так скажем, блин, даже не знаю, какое слово подобрать просто. Козни, очередные козни врагов бокса. И очень жалко, что от этих козней страдает такой уважаемый, действительно великолепный спортсмен, как Василий Ломаченко. Это печально, но это бокс. Я вам говорю, друзья, это Боб Ару. И вот после того, как я победил бой с Лопесом, я уже не говорю про первое поражение Васи, кто вообще этому бой сделал и зачем? Вопрос. Кто его, а не Боб Леав? Кто этот бой сделал первый? Зачем он был такой нужен? И там еще разбираться, кто победил. Бой с Лопесом и вот этот бой. И, честно говоря, я вот в дальнейшем жду еще такого. Опять Васю играть. То есть три раза и еще будет такое. То есть нету ставки на Васю у промоутера. И нету ее изначально. Он изначально не хотел делать из него непобедимого чемпиона. Изначально не хотел. Понимаете? Изначально. И вот в этом все и дело. А вот на молодежь он хочет, на американскую изначально. Вот и весь прикол. Поэтому ожидаю еще в последующих боях. Я надеюсь, они будут у Васи. Но как с кем? После того, как вот ты абсолют, ты выиграешь, тебя руку не поднимают. Вася конкретную мотивацию получил. Это было просто написано на его лице. Это светилось в его глазах. Это мотивация перед этим боем. Давно я не видел таким Васю. Где еще раз ее взять? Где? Когда вот такое может случиться. Это просто вопрос. Просто вопрос. Кон-кре-ни-ши. Просто. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал Всембокс Лайв Телеграм. Обязательно смотрите прямые трансляции и записи бокса там. Каждые выходные, каждые выходные мы смотрим бокс. Ну и, конечно, главное. Любите бокс. Смотрите бокс. Всем бокс. Но. Я забыл одно. Кроме того, что надо любить, смотреть, им еще надо заниматься. Вот теперь Всембокс. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.